Погромы в ромских таборах в Украине привлекли внимание к еще одной серьезной проблеме, которую, безусловно, нужно решать и о которой нужно говорить. Об этом наша сегодняшняя программа, но вначале сюжет моего коллеги Владимира Вахненко. В ночь на 24 июня около двух десятков членов малоизвестной неонацистской группировки «Трезвая и злая молодежь», вооруженная цепями, трубами и ножами, напали на лагерь ромов на окраине Львова. В результате нападения от ножевых ранений погиб 24-летний цыган, и еще четверо были травмированы. Полиция установила 14 в основном несовершеннолетних налетчиков. Большинство из них задержаны, включая 20-летнего организатора нападения. В правоохранительных органах утверждают, что сайт львовской неонацистской группировки, устроившей нападение, является копией российского. Нападение подростков на цыган вызвало жесткую реакцию не только украинских, но и многих международных правозащитных организаций и Евросоюза. Усиление антиромских настроений, заявляет официальный Киев, наблюдается по всей Европе. Атаки украинских ультраправых на цыган участились в последние месяцы. В начале июня активисты национальных дружин разгромили лагерь ромов в Киевском парке Голосеевский, а в апреле радикалы из группировки С-14 сожгли в украинской столице цыганские палатки на Лысой горе. Весной были зафиксированы еще два нападения на таборы в Тернопольской и Львовской областях. По мнению руководителя организации «Рома Украины Тернипе» Николая Юрченко, главная причина насилия – молчание прогрессивной части украинского общества. Как отмечают в Amnesty International Украина, агрессию против цыган порождает безнаказанность молодежных группировок, бездействие полиции и муниципальных властей. По словам правозащитника Евгения Захарова, власти Киева не раз пользовались услугами радикалов, чтобы очистить город от ромов, как это было, например, в преддверии майского финала Лиги чемпионов УЕФА или накануне проведения в украинской столице музыкального конкурса «Евровидение-2017». Националисты оправдывают свои действия тем, что вынуждены ликвидировать незаконные поселения в городах, поскольку этого не делают власти. «Эти люди проживают без прописки, занимают любую понравившуюся им территорию, и власти на это никак не реагируют», – заявили в ультраправой организации С-14. По данным последней переписи населения, которая проводилась еще в 2001 году, в стране насчитывалось 48 тысяч ромов. Сейчас, по словам лидеров цыганских общин, ромов в стране не менее 200 тысяч. Цыгане в основном проживают в Закарпатской, Донецкой, Днепропетровской и Одесской областях. Больше всего их лагерей и поселков расположены в Закарпатье. Отсутствие средств к существованию вынуждает ромов переселяться ближе к большим городам. Уже пятый год лишь на бумаге действуют стратегии интеграции и защиты ромов. Украинские чиновники практически не предпринимают попыток вовлечь цыган в общественную и экономическую жизнь. Многие ромы живут за чертой бедности, не имеют работы, документов и, соответственно, социальной помощи. Опросы общественного мнения показывают, что среди главных своих проблем цыгане называют отсутствие денег и паспортов. Выживают они за счет того, что собирают и сдают в пункты приема металлолом, бутылки, макулатуру. Впрочем, в стране есть и немало успешно интегрировавшихся в украинское общество цыган, получивших образование и имеющих работу. Однако они, как правило, находятся вне фокуса общественного внимания из-за деятельности асоциальных групп ромов, ведущих маргинальный образ жизни. Гость нашего сегодняшнего эфира актер Петр Руссаненко. Здравствуйте, Петр. Поэтому хочу вас спросить, знаете, вот даже не как ведущие программы гости, а просто вот как человек еврейского происхождения, человека ромского происхождения. Как вы себя чувствуете вообще? Страшно, немножко страшно, но страшно даже не за себя, а страшно за тех людей, которые, наверное, более ярче показывают свою принадлежность к меньшине, к своей национальности. Они одеваются в национальные костюмы, и это уже сразу же возникает такой момент, идут цыгане, идут ромы, нужно их обходить десятой стороной. И страшно, потому что три человека пройдут вокруг, кто-то пройдет через, а третий бросит камень. Вы понимаете, почему это сейчас происходит? Конечно же, оно все не без причин. То есть есть действительно такая проблема, когда и у многих оно на слуху, когда цыгане зашли в автобус, украли кошелек и еще какая-то подобная такая проблема. Это я всю жизнь знаю, это происходит десятилетиями, это не сегодня, наверное, появляется. Да, да, и проблема на самом деле заключается в том, что за это меньшинство воспринимает большинство и страдает вся нация. Я считаю, что в этом проблема. Вот вы пытаетесь снимать какие-то фильмы о том, что происходит с ромским меньшинством в Украине. Насколько, по вашему мнению, вообще люди информированы о происходящем, о том, что происходило с ромами в коды Второй мировой войны, о том, что происходило после этого? Нет никакой информации об этом. Об этом не говорят на предметах истории, о проблемах геноцида, вообще ничего не говорят. Это узнают только сами ромы, и это, к сожалению, из-за того, что это закрытое общество, точно так же информация почему-то будет постоянно находиться в закрытом доступе. Спросить о ромском геноциде мы можем только у историков, которые действительно интересовались этим, и немногие историки даже что-то об этом скажут. Если вы приедете в Германию, вы увидите, что там стоит рядом памятник жертв, холокост, геноцида ромов, геноцида сексуальных меньшинств. Это там вот общее понятие, которое неразрывно, потому что все прекрасно понимают, что меньшинство, как правило, наиболее уязвимое, когда речь идет об авторитарных режимах. Я не уверен, что в украинском обществе есть такое понимание. Понимание чего именно? Понимание вот этого, этих общей связи, понимание того, что... Мне раскрыта тема геноцида во время Второй мировой войны, и я вот в прошлом году, мне удалось поехать в Аушвиц, в Освенцим и Беркинау, и я сам намного подробнее узнал всю эту историю, как это происходило, о том, что ромские семьи держали отдельно, а евреев и сексуальные меньшины их держали вместе. То есть были такие подробности, о которых я даже и не знал, о том, что у ромов был свой значок, это был треугольничек коричневого цвета. Не знали, потому что об этом нигде не рассказывали, не учили в школах, не рассказывали в медиа, это все до сих пор информация, которая существует вне, я бы сказал, вне украинского, даже больше сказал вне постсоветского информационного пространства, мне часто кажется. И на самом деле мы пытаемся как-то информировать и самих же ромов, и украинское общество, для того, чтобы, я верю, что такой способ информирования, как фильм, он очень мягок к восприятию, и это будет как-то ломать стереотипы по отношению к этой нации. Вы из Донецкой области, да, и вы жили в Донецке, то есть вы такое двойное для Киева меньшинство, так сказать, с одной стороны вы вынужденный переселенец, с другой стороны вы человек ромского происхождения. Как вы вообще здесь осваивались? Вот вы переехали в Донецк, когда война началась? Да, война началась в мае, именно в самом Донецке, я переехал сюда в июле, я переехал сюда и поступил в университет Карпенко-Карова, я знал, чего я хочу, вот как-то так, и по чуть-чуть начал осваиваться здесь уже на ромском поле. А отключалось вот здесь вот это ромское поле в Киеве от того, что вы видели в Донецке, или в Донецке вас это не сильно интересовало? Знаете, наверное, как это активная моя позиция все-таки приобрелась здесь. Здесь больше, наверное, какое-то пространство для действий, и я стал в профессиональном развитии каком-то выше. Заметили, что есть культура ромская? Не замечали раньше? Это не в этом плане, я начал, наверное, с профессиональной точки зрения смотреть, как я могу помочь обществу. До этого у меня не было таких рычагов. Как актер или как творческий лиц, вы можете больше помочь? Когда мы ставим спектакли, когда, кроме того, что я заявлял в Донецке активно о том, что я ромской, ромского происхождения, больше я не знал, как я могу повлиять. А как относились в Донецке к этим вашим заявлениям? Это не вызывало вообще какое-то отторжение? Нет, мне повезло, наверное. В Донецке не было такой обостренной ситуации, как сейчас. Ну хорошо, вот в Киеве. Вот есть такой некорректный вопрос. Вы приехали в Киеве, вы поступили в университет Карпенко-Карова, да? Украиноязычный курс, да? Вы русскоязычный молодой человек. Кроме того, этот курс, вот я прочитал, что его ввел Богдан Бенюк. Я к Богдану очень тепло отношусь, он прекрасный актер, хороший парень, но он один из лидеров всеукраинского объединения свободы. Мы же должны это сказать. Как это, вот как это, как это все у вас происходило? Знаете, когда я поступил на украиноязычный курс, мне было страшно. А еще и когда к Бенюку, мне было вдвойне страшно, потому что мальчик русскоязычного происхождения, приехавший из России, это было бы очень странно поступить к нему на курс. Вы не из России приехали? Мои родители переехали. Ваши родители переехали, да? И я все детство провел тоже в России, потому что там все родственники, и там вся моя ромская община и семья. В Ростовской области. Да, и когда я поступил и начал язык учить с нуля, я рад, что сейчас я вильноволодею украинскую. То есть это у вас был язык фактически как иностранный? Да. Вы его выучили для того, чтобы получить вот такое актерское образование. Как вам относились у человека, который приехал из России, который человек русского происхождения, ромского происхождения? Абсолютно никакой дискриминации я к себе вообще не чувствовал. То есть на самом деле ситуация, которая сложилась в Донецке, играла, конечно же, мне на плюс от того, что меня жалели и пытались как-то утешить. Мне этого никогда не нужно было. Я не нуждался в этом. Но какой-то дискриминации я не подвергался. Напомню, что вы смотрите и слушаете программу «Дороги к свободе». Это программа ведет для вас Виталий Портников. Эту программу «Свобода» вы можете слушать в нашем радиоэфире и смотреть на телеканале «Настоящее время». Наш гость сегодня актер Петр Русаненко. Вот если говорить о перспективе, да, Петр, как в принципе может развиваться ситуация вокруг ромских общин далее? Что делать с нападениями на ромские таборы? Тем более, что после этих нападений, как правило, делали не только в самих нападениях, а есть такая довольно массовая реакция поддержки таких нападений со стороны, я бы сказал, просто обычных людей. Я бы сказал, что власть даже ведет себя куда более цивилизованно, чем общество, чем часть общества, можно так сказать. Вопрос заключается в том, что делать? Что делать, да. Может быть, что делать не вам, а что делать в украинском обществе в целом? Вы же части украинского общества тоже, не только общество. Конечно же, меня это возмущает. И самое страшное то, что общество реагирует в поддержку насилия. Вот что для меня было страшно. Я в один день просто не выдержал после третьего нападения уже в Тернопольщине. Я бы написал пост, где буря эмоций у меня выходило непонимание, почему общество поддерживает насилие по отношению к ромам. Ведь история нам уже говорила о том, что Гитлеру тоже не нравились ромы, что было. И был геноцид. Был геноцид ромский, был геноцид еврейский. Почему общество не делает выводы? Сложно мне ответить. Наверное, потому что очень много мы испытываем какой-то стереотипности, национальности к этой. Именно поэтому. Что делать? Это сложный вопрос. Потому что я только могу ответить со своей стороны. Я пытаюсь максимально показывать ромскую культуру не с той части, которую привыкли видеть ее граждане Украины, украинцы. И помогает ли это? Да, помогает. Очень много людей, которые приходят ко мне и говорят о том, что они вообще ничего не знали о том, что существовал ромский геноцид. Они ничего не знают об этой культуре. Ведь на самом деле очень много людей, которые обожают ромскую культуру, любят песни, романсы, любят танцы, любят их наряды, обряды. Нет, раздвесляют их с ромами в то же время. Да, но любят это отдельно от нации. Ну, это не новый тоже подход, в общем-то, по большому счету. Мне пока не хватает, наверное, опыта ответить, что нужно делать в такой ситуации. Ну, вы говорили, может быть, вопрос не ответ, вопрос в том, что вы делаете. Вот опять-таки, как воспринимается то, что вы делаете? Как воспринимаются ваши фильмы? Как воспринимаются ваши спектакли? Воспринимаются они, конечно же, позитивно. Потому что, когда все помнят старый добрый фильм «Кармелита», да, и вот это, наверное, был какой-то переломный момент, где люди хоть чуть-чуть прикоснулись к нации. Все помнят фильм «Табор уходит в небо», который до сих пор все вспоминают. И я хочу таким же путем изменять у людей отношение к национальности, показывать какие-то проблемы, показывать, в чем мы похожи, а в чем мы разные. И, возможно, люди поменяют свою точку зрения. Есть ли вот такая планомерная поддержка общественных организаций, я бы сказал, фонда? Вот я хорошо помню, что Международный фонд «Возрождение» украинский, это часть Международного фонда «Сороса», он всегда занимался такой целенаправленной помощью ромским общинам. Помню, что даже финансировал форумы, финансировал периодические издания. Это был один из таких вот постоянных проектов. Насколько это сейчас существует вообще? Это все существует, это все активно. Активно. Единственное, что хотелось бы, конечно, больше таких организаций, которые готовы работать с ромскими группами. Их, к сожалению, одна. Вот это вот все, да? Одна донорская. Единственное, это вот есть фонд «Возрождение», он и остается единственной такой организацией. А что ему удается сделать? Вот вы встречаетесь между собой благодаря фонду «Возрождение»? Конечно. Это обмен опытом, это какие-то проекты, которые помогают реализовывать. Это представители фонда «Сороса» здесь. Очень много, очень много именно они делают. Очень много донорской поддержки оказывают на различные проекты. Когда вы встречаетесь с вашими друзьями, молодыми ромскими активистами, о каких проблемах они, прежде всего, говорят? Что происходит в самих общинах с ними? Образование, профессиональная ориентация, их восприятие, их в другой среде. Что сейчас самое главное, что сейчас самое болезненное, так сказать? Сейчас самое болезненное для всех – это погромы в ромских таборах. А в первую очередь это все зависит, наверное, больше от каких-то национальных штуков, где мы обсуждаем дискриминацию женщины в ромской общине. Потому что есть такая проблема, что женщина не получает высшее образование, у нее есть уже спектр дел, которые она обязана выполнять по жизни, и больше ничего. Если говорить о том, как, по вашему мнению, правоохранительным органам дается противостоять тем нападениям, вы с ней общаетесь с представителями правоохранительной системы? Насколько, в принципе, можно рассчитывать на какое-то взаимодействие? Или вы считаете, что они сами должны что-то делать? Понимаете, кому нужны наши проблемы, кроме нас самих? Вы граждане Украины, жители Украины. Я думаю, что должны быть, нужны ваши проблемы государству и тем, кто должен истощить безопасность. Должны, но если посмотреть на какую-то реальную картину, я не общаюсь с правоохранительными органами. Это, так сказать, не мое правовое поле. Я не знаю, как это нужно делать и как влиять на эту госструктуру. Но я знаю, что был случай после погрома во Львове с табором, когда передавали вещи, передавали одеяло, подушки, потому что убежали в лес и спали в лесу. Передавали на остановках, чтобы не было слежки. То есть мне это дает какую-то картину, что ничего не происходит пока что в защиту от государства. Как повлиять, я не знаю. А вот сами общины, они коммуницируют между собой? Потому что мы же очень часто говорим, что это все-таки тоже совершенно отдельные разрозненные группы. И одна община не очень хочет, так сказать, интересоваться проблемами другой. Может быть, опять-таки молодые люди разрывают этот кокон, но он тоже является частью такой повседневной жизни. На самом деле не могу с вами согласиться, потому что когда вопрос стоит по Украине, то все как-то объединяются. Это, наверное, какое-то достоинство, как и у евреев, как и у ромов, что когда возникает какая-то проблема, то меньшинство сразу же объединяется и начинает ее решать. И неважно, вы влахи, сервы, вы русскую рома, вы крымские рома. Проблема одна для всей территории. Ну, то есть объединение происходит под давлением, по сути. Под давлением опасности. Ну, возможно, возможно, и так. А в повседневной жизни можно сказать, что люди, которые живут здесь... Понимаете, если мы говорим о каком-то позитивном ключе, когда происходит цыганская свадьба, то приезжают со всех стран ближайших. Поэтому это объединение, оно всегда. То есть давно уже такого нет. Я сейчас пользуюсь стереотипом. Вот, по сути, то, что я говорю, это тоже стереотип. То, что я вас спрашиваю. Да, о закрытых общинах. Что мы между собой враждуем? Ну, нельзя уж не враждуйте, а не общайтесь. Конечно, конечно, это стереотип. Ну, вот я просто пытаюсь это выяснить, да. Конечно, общаемся. И вот просто возникает тогда вопрос, что должно происходить с этой общиной. Если вы говорите, что есть эта солидарность, то она должна, может быть, выражаться в какой-то большей общественной активности? Очень много ребят, которые представители разных групп, разных территорий. И мы для этого объединяемся. Для этого существует такой ромский молодежный форум, который мы организовываем. Для этого существует форум стипендиатов ромской программы, где мы съезжаемся с разных стран и обсуждаем какие-то важные проблемы в ромском обществе. И как мы можем с ними бороться, и какие есть идеи, какие есть предложения. Когда вы говорите с людьми из соседних стран Европы, с людьми из Румынии, с людьми из Словакии, с людьми из Венгрии, это все страны, я перечисляю, как Болгарии, в которых одна проблема за другой с Румынами существует. Вы чувствуете, что в Украине вот так же, лучше, хуже, когда они делятся с вами своими проблемами? Наверное, нет. Вот до сегодняшней ситуации с погромами приблизительно проблемы одни и те же. То есть вы считаете, что эта история с этими погромами в ромских табрах, они как бы вывели Украину в такую зону риска? Да, да. Это представляет Украину не в лучшем свете, к сожалению. Люди будут жить дальше ромского происхождения в Украине после этих погромов? Или вы считаете, что может быть какая-то миграция в соседние страны, что люди просто не будут себя чувствовать в безопасности? Нет, я не думаю, что будет какой-то побег, если это будет только не вынужденный, насильный побег. Мы такие же граждане Украины будем точно так же проживать. Вопрос только в том, что как мы сможем защититься от таких же случаев в будущем. Если бы вы разговаривали с своими украинскими коллегами, деятелями культуры, соотечественными, которые не очень обыскали, так вот громко говорят о необходимости защиты ромского меньшинства, что бы вы им сказали? Что они должны делать, прошу мне? Сложный вопрос. Это сложный вопрос ответить сейчас, потому что на самом деле я начинаю об этом говорить только когда меня спрашивают. Да, естественно. Я не стараюсь навязывать. Занимать какую-то активную позицию, если случаются такие проблемы, как погром на Тернопольщине, во Львове, в Киеве, и как-то выражать это в соцсетях, в медиа структуре, выражать эту проблему и свое отношение к ней. Вас вообще не удивляет, что такого выражения солидарности серьезного нет до сих пор? От моих коллег? Не только от того, а от людей, которые имеют такой, я бы сказал, культурно-нравственный авторитет. Сейчас есть другая тема, которая, наверное, более важна для украинцев, это сенсов, и она не менее важна, и понятно, что есть тема, которая может перекрывать. Да, конечно, тема политзаключенных в России, это всегда тема, которая тут очень серьезно воспринимается, но это, так сказать, общая тема. И это тема, которая не всегда зависит от самих граждан Украины, это тема, направленная вовне, а мы говорим о внутреннем. Но это более острый вопрос для самих украинцев. Вот как, по-вашему, сделать так, что проблемы национальных меньшинств в Украине были не менее острыми вопросами для граждан Украины, чем, я бы сказал, те проблемы, которые создаются для украинцев в результате конфликта с Россией? Я пытаюсь это делать путем создания каких-то исторических фильмов, национальных фильмов, которые высветливают национальность. Это театральные постановки, это написание ромских пьес, которые могут ставиться в театрах. Я это делаю вот таким вот способом. Вот за последние годы, если мы оценим Украину последних лет, и вот уйдем от темы погромов, потому что погром — это всегда эксцесс, это всегда радикальное какое-то действие, это такая катастрофа, я бы сказал. А вот если говорить о самом развитии ситуации в ромском обществе, это общество меняется, становится более современным, становится более близким, скажем так, украинским проблемам. Да, интеграция происходит. Семимильными шагами, но она происходит. Нам фонд ромский, который помогает стипендиальную программу организовывать, он нам дает какие-то отчеты о том, что с каждым годом конкурс увеличивается все больше, больше и больше. Это говорит о том, что больше ромской молодежи хочет идти и учиться. Это уже такая солидная интеграция. Вы вот в своей творческой деятельности собираете продолжать эту ромскую тему? Конечно, конечно. И планируется написание новой пьесы, которая поставится у меня в театре. На украинском языке? Да. О ромской жизни? О ромской жизни. Вот вы считаете, что... Очень много рома, которые говорят по-украински. Да, действительно, это интересный вопрос. Именно на украинском, а не на русском языке. Очень много. Понимаете, это же нация, которая путешествовала, которая постоянно ездила по всему Союзу. И там, где в 60-х появились колгоспы, где они остались. То есть вот такое вот... Эта семья могла быть вообще с Россией или с Молдовой, или с Румынией, неважно. Вот просто так их застал случай именно в этот момент осесть именно вот здесь. В украиноязычной среде. Да. И очень много... Я, например, когда приезжаю в Ростов, то там очень много из моей семьи, которые говорили на украинском языке. И они знают его лучше, чем у нас на Донбассе. Поэтому... Да, много ромов общаются на украинском. Конечно же, очень много по-русски. Но между собой мы все общаемся на ромском языке. Спасибо, Петр. Пожелаю вам творческих успехов. Напомню, что гостем нашей программы сегодня был актер Петр Русаненко. Это была программа «Дороги к свободе», которую для вас провел Виталий Портников. Эту программу «Свободы» вы можете слушать в нашем радиоэфире и смотреть на телеканале «Настоящее время». Всем доброго, господа. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова